ку-ку мои дорогие зрители зрители зверьё всем привет вот так вот сегодня оригинальное приветствую меня будет давно когда-то было неделю назад нашел комментарий вы меня спрашивали правда я бы сегодня искал не смог найти типа илюха что ты любишь больше суши пиццу бургеры короче какую-то фаст-фуд итальянскую еду японскую еду мексиканскую еду русскую еду вот сегодня хочу над этим порассуждать сегодня вы у меня в гостях всем привет наливайте чайку я кстати вот даже видите с чайником пришел собрался не попить чайку метод такой небольшой набор смотрите для чая чашечка обычно прозрачная чайничек такой глиняный кстати сам дешевый я и поклонник хоть этих типа там традиции чайных но тоже на иногда иногда люблю посидеть вот начнем так вот буду пить чай тигуанинь вот такой вот рассыпной в листиках еще вам чё тоже советую чайку попить нечего пить всякую кока-колу спрайт нам подобный пить и чай вот хотите выпить выпить и чаю говорит вам человек который любит фаст-фуд всякую хрень и кока-колу ну иногда пью чай иногда пью кола да бывает последний чуть попробовал кола zero не знаю чуть мне не очень понравилось а вам как вот возвращаясь к теме то хочу сегодня вам рассказать что же я люблю больше я нифига не готовился к этому выпуску просто вот вспомнил комментарии пытался его найти и не смог его найти ну ладно разберемся и так можно вам ставить не буду кстати здесь монтировал про карт памяти новенькую свернем трансцент на 32 гигабайта со скоростью записи там получается где-то 75 мегабайт в секунду вот сейчас она меня стоит фотики ее тестирую прям первый раз и посмотрите как будет качество лучше или нет ну в этом в этом фотике короче не важно что будет а вот примеров 4к на гупрохе записать вот это да там будет разница видна но и быстрее все будет перекачиваться компьютера точнее скажи памяти на компьютер и так сколько прошло уже почти три минуты я так и не начал говорить но мы же сами никого не спешим это мой канал я могу записать любое видео вот здесь я все утешаем начнем с того что суши я попробовал первый раз сейчас вам скажу это был где-то две тысячи где-то седьмой год вот это первый раз я попробовал суши моя будущая жена оля супруга повела меня в ресторан тануки который находится на тверской он помню до сих пор там есть кстати как я там фокусе вроде да повела в тануки типа суши бар суши ресторан я вообще еще не знал что это такое там рис рыба я очень был взволнован а вдруг мне не понравилось что это за хрень такая но в итоге все прошло круто и наверное тогда 2007-2006 год москве вообще очень было мало всевозможных там не китори тануки хотят когда-нибудь появились москве может где-то в это же время мне понравилось то есть вроде рис вроде вкус рыбы там максимум не чувствуешь ну какие роллы ролл бывают разные бывают с огурцом бывает там с какой-то рыбой мне принципе понравилось до сих пор сушим вот так он красиво будет отношусь в принципе нормально но все равно уверен что кого хрена не столько стоит у нас там ладно 350 рублей за сколько за 6 штук примеру прикиньте 350 рублей за 6 штук там рис сколько стоит рис рис стоит просто копейки особенно я не говорю в азии сколько рис стоит например вот у нас поехал в метро купил 5 килограмм риса там 10 ну там закупаются все пример рестораны конечно такие большие рестораны там не закупаются им привозят но более или менее таки такой средний бизнес он закупается там 10 килограмм стоят 500 рублей то что рис дешевый рис тоже ладно разный бывает вот и в итоге получается там вроде здесь подскаблил рыбки здесь подскаблил там топика туда-сюда и выходит 350 рублей понятно что аренда но вообще цена вот в якиторе в последнее время если заметьте она поднялась то есть цена стала выше около 400 рублей стоит нормальные роллы а это до хрена суши сами по себе но это вот как штуку суши но это вот одна штучка и на ней к примеру лежит лососька ему это кунаем и едим вот все остальные это роллы но я обычно все нужно называют сушами как и все сейчас любим заказать но уже перестали ходить во все эти китаури тануки генотаки генотаки Короче, Queen замечательная группа, богемская рапсодия У меня сел аккумулятор и пришлось, там еще посылочка приехала И, короче, немножко зарядил аккумулятор Вот, продолжаем тему насчет сушей Сейчас мы переключились на такой второстепенный рынок То есть не вот эти, типа, гиганты с сушей А у них что-то очень дорого стало, очень дорого И вот даже когда ты приходишь, мы, помню, перед поездкой в Испанию Зашли, сели, полистали меню Поняли, что, ну, чтобы поесть не двоих, это нужно от полутора косарей, наверное, точно Потому что там цены крутые И начали заказывать в таких второстепенных компаниях У которых цена варьируется, ну, там, с этого очень прикольные выходят Где-то порядка сорока штук роллов Даже на двоих заказываешь, два дня можно есть Ну, конечно, суши лучше поскорее съесть Или бы на целую компанию за где-нибудь тысячу рублей Вот это круто выходит До сих пор, ну, сейчас, наверное, суши откатились у меня на последнее место Я к ним вообще как-то равнодушно, вот прям отношусь Теперь хочу поговорить про пиццу Обожаю пиццу, но пиццу, знаете, какую? Тоже, наверное, не великих гигантов, которые, там, например, империя пиццы Вот в самом начале, наверное, мы начали заказывать домой империя пиццы Скатилось потом это все в такую клаку Что в очередной раз заказываешь пиццу, она такая, знаете, безвкусная, среднее тесто Это, конечно, тесто вообще ни о чем И что-то начали все хренове и хренове делать Потом очень пиццу до сих пор даже люблю в El Patio То есть в таких заведениях, когда ты приходишь, тебе, ну, при тебе готовят прям в печи И подают на тесте, прям, вот офигенском, на тонком тесте люблю Последнее, что мы начали заказывать домой у компании Foodband Вот, у них классная сейчас пицца, сейчас заказываем А так тоже много все перепробовали Там и Сити пицца, и Пронто, и Хренонто, их много Вот, остановились пока на одном Пицца, наверное, тоже у меня не на первом месте Потому что, ну, так ее тоже часто не поешь Ну, где-нибудь раз, ну, в три недели, да, заказать можно Да, мы живем в большом городе Захотел, да что угодно ты домой можешь заказать Потому что в большом городе все вот так вот варится, варится Ты заходил, тебе даже продукты домой привезут Не надо выходить из дома Вот, все у нас как-то так Очень просто Вот, но пиццу я оставлю, чтобы вы видели Наверное, повыше сушей Вот, сушь пока у меня на последнем месте Давайте поговорим про... Что там еще у нас? Бургеры всякое Ну, и не именно фастфуд Фастфуд, это я отнесу, скорее всего, это KFC, Макдональдс Крошка картошка и все остальное, это к фастфуду Хочу поговорить про заведения, в которых подают бургеры А это такие вот, по крайней мере, в Москве KFC, хотел сказать, Фрайдэйс Беверли Хиллз А что, по-моему, больше нигде Шек-шак тоже отнесу к фастфуду Потому что они в торговых центрах находятся Вот, наверное, два Это Фрайдэйс и Беверли Хиллз Из них мне больше... Поначалу нравился Фрайдэйс Мы его открыли Тоже такое ощущение, что я начал ходить В 2004 году я закончил школу До этого, ну, так, по ресторану вообще ни хрена не ходил У нас, видимо, это не было распространено А начал ходить как раз, когда я начал встречаться с Ольгой И что-то мы такие стали культурные И начали ходить по ресторанам, кафе и так далее И тоже, скорее всего, это где-то... Мы, кстати, сори, познакомились в 2005 году Вот, у нас в этом году 10 лет, как мы знакомы И где-то вот с 2006-го, 2007-го Во Фрайдэйс мы попали, наверное, где-то вот, может, 2008 год На Арбате был еще Сейчас его закрыли Очень прикольное место, где вкусная картошка фри Вкусные здоровенные бургеры И это было прям пальчики оближешь Еще вот соус у них, Джек Дэниелс Недавно были во Фрайдэс Кстати, очень редко там бывают Во Фрайдэс прикольно заходить на... В будние дни, на эти... Бизнес-ланч Выходит 400 рублей на человека Первое, второе Напиток любой, бесплатно И салат Там даже 370 рублей, по-моему Вот такая тема Недавно были Если приходить вечером, то, в принципе, бургер дорогой Там в районе 450 рублей Но там смысла брать салат и бургер нету Потому что одним блюдом ты наедаешься вот так вот Помню, в первый раз мы пришли Взяли луковые колечки Такой настойки По салату каждому И как раз по бургеру Все не съели, пришлось брать с собой Потому что блюдо... Там один салат здоровенный Вот Но во Фрайдэс все блюда большие Года 3 назад открыли Ну что такое Для себя Бивли Хиллз Их сейчас очень много с того по Москве Раньше было вообще 2 Там на Чистых прудах и на Никольской Тоже прикольное место Американское кафе Внутри прям дух весь такой По выходным у них проходят детские Типа утренники С детьми приходить вот так вот Там мультики играют тоже американские Короче, девчонки там выступают Короче, анимация Все очень круто Вот У них прям такое Тоже американское настроение Но более, наверное, светлое Потому что Фрайдэс больше подходит Для таких вечерних тусовок А Бевли Хиллз Вот мне почему-то нам нравятся Больше завтраки Завтрак, кстати, у них Как и гласучный А по-моему, ночью вообще Можно поесть за 99 рублей Тоже завтрак В будни часов до 11 идет Бургеры там Как мне показалось вкуснее Вот, бургеры сейчас, наверное, самый вкусный Для меня это Бевли Хиллз И последний раз мы там были, наверное, месяца два с половиной назад Сэндвичи там прикольные И эти Как бы молочные коктейли там Клевые Бургер, наверное Я поставлю Для меня это на первом месте Это очень прикольно Настоящая такая Котлетища Котлетища из мяса Свежий лук Помидор Бекончик или что-нибудь еще Сырок И все это на вкусной булочке Наверное, это все-таки Вот первое место Заведение, которое я люблю Бевли Хиллз Фрайдис Вот как-то вот Где-то так Фастфуд Но сейчас это стало Ну, в большом городе Ни чем-то таким А не везде То есть выходишь Ты можешь, да, в Макдаке Поесть недорого И, в принципе, можно сказать Качественно Кухня у них открыта И ты будешь уверен, что Все, что приготовили В принципе, там чисто, да Это не то, что там В какую-то столовку сходить Как это Ревизоры смотрите Вот Но Да, фастфуды Наверное, я поставлю На второе место для себя Первое Из всех вот Этих заведений Первое Это Рестораны В которых Американские Такие там Бургерные, скажем так На втором месте Наверное, всякие Пиццерии Ну, нет, нет Ладно, фастфуд будет На третьем месте Пиццерии Итальянские Ну, скажем так Ладно, пиццу Пицца, итальянские Все заведения Вот туда поставим Всякие японские Уже ниже Для меня идут Ну, как бы В русские рестораны Мы не особо ходим Кстати, вот Джунжали прикольная Там, по-моему, грузинская кухня Прям Ах Хачапури там Отменные Но Были мы там Всего-либо, по-моему, пару раз И поэтому Не могу не давать Какую-либо оценку Были Из кухни Украинской кухни Тарас Бульба Борщичок Вообще Вот такой был Просто Отменнейший И все Все там было вкусно Были там один раз Но Тоже пока В мой топ не входит Короче, вот такой мой топ Расскажите, пожалуйста Вы Что вы больше любите Поесть Не Не включая домашнюю еду Домашнюю еду Понятно, что мы все С вами можем готовить Ну Как бы был задан вопрос Пожалуйста Мой ответ Пишите В комментариях Свои вопросы Может еще Что-нибудь заперю На основной канал Поотвечаю на вопросы С чайком Ладно, ребят Спасибо, что досмотрели Пока Нет Вы не зависли Точнее я не завис Все Выключаемся Пока Продолжение следует...